Никита Тараканов из Кубинки любит рисовать пейзажи и натюрморты. Страсть к живописи проснулась в юноше, когда ему исполнилось 7 лет. К 11 он решился на участие в выставке «Пасхальный свет и радость». И в этом случае поговорка «Новичкам везет несправедливо». Гран-при фестиваля за деревянную шкатулку, украшенную фидоскинской росписью, Никита получил заслуженно. Шкатулка, внутри она красная, а снаружи она черная покрытая. Здесь нарисован пейзаж пасхального рассвета, а по бокам нарисована золотая роспись. Это выставка «Пасхальный свет и радость» 16 по счету. На ней представлены 970 работ учеников общеобразовательных и воскресных школ, детских садов, учреждений культуры и дополнительного образования. Организаторы признаются, по многим работам видно, что в ней принимали участие не только авторы, но и их родители. И это, говорят, скорее плюс, чем минус. Мы видим, что принимает участие вся семья. И это прекрасно, на мой взгляд. Это, знаете, получается такая у нас теплая семейная выставка. Кстати, в этом году у нас принимают участие не только дети Одинцовского района. К нам приехали дети из Истры, из Краснознаменска, из города Звенигорода. Марина Сетинская дополнительно учит английский, занимается музыкой и второй год изобразительным искусством в Новогородковской школе Лира. На выставке в Захарово представлена ее работа под названием «Молитва свершилась». Ее сюжет девушка подсмотрела в одном из монастырей. Я была в монастыре и увидела, насколько она глубокая, это молитва. Какое у этого монаха духовное состояние. Я попыталась в этой картине выразить это. Ты считаешь, удалось? Ну да. Ну, конечно, я не надеялась ни на какое место. Я просто думала, будет как будет. Мы долго думали, как эту фигуру нарисовать. Не опустошение, а вот свершившиеся молитвы. И вот это восхождение, вот это воскрешение Господа свершилось. Она очень духовная девочка. У нее богатый духовный мир, необыкновенно красивая душа, большая семья. Авторы лучших работ стали обладателями специальных призов от благочиния и главы Одинцовского района. Не ушли без подарков и художники, занявшие первые, вторые, третьи места. Определить имена победителей было непросто, признаются организаторы. На том и причем, насколько они ее чувствуют, эту тему. А они ее чувствуют, чувствуют душой. Они верят в то, что Иисус воскрес, живут этим. Самое главное в любой работе, любого художника, любого скульптора, это та душа, которая есть в этой работе. Вы знаете, работа может быть безупречно выполнена с точки зрения какой-то техники, но тем не менее мы видим, что это все-таки работа, сделанная не по велению сердца, а по разуму, исходя из своих возможностей. Есть, возможно, детская работа, которая не столь профессионально выполнена, но тем не менее имеет свою душу. И можно увидеть, что действительно ребенок и его родители вложили в это свое сердце. На выставке представлены не только индивидуальные, но и коллективные работы. Участникам конкурса активно помогали педагоги, более 500 человек. Фестиваль «Пасхальный свет и радость» в очередной раз помог всем желающим наглядно убедиться в том, насколько богата талантами Одинцовская земля. Субтитры создавал DimaTorzok